приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в казахстане в одном из предыдущих видео я обещал сделать именно видео по теме как отбирать акции то есть на какие критерии обращайте внимание при выборе какие показатели в первую очередь нужно смотреть инвесторов на какие показатели я стараюсь обращать внимание в первую очередь чтобы отбирать компании такие более надежные более стабильные и который по моему мнению является не совсем недооцененными То есть в этом плане для того, чтобы получать какой-то профит от инвестиций в эту компанию. Сегодня как раз таки попробуем в этом с вами разобраться. Посмотрим на некоторые примеры, покажу некоторые компании именно, на примере которых мы с вами это все и будем разбирать. А также поговорим о том, как инвестору можно минимизировать риски вложения в те или иные компании. Вот эти критерии мы с вами сегодня и разберем. Продолжение следует... То есть я как бы их покупал вроде как, потом понимал, что это вроде как со временем не те бумаги, которые должны быть в моем портфеле. И какие-то я фиксировал, какие-то убирал из своего портфеля, а какие-то наоборот добавлял. И сегодня мы вот с вами попробуем разобрать некоторые главные именно критерии. То есть конечно же здесь, если рассматривать все полностью, то видео может идти и не один час. Обратим мы внимание на основные критерии, особенно на те, которые обращаю я внимание. Так как у меня дивидендная стратегия, все вы об этом прекрасно знаете. То есть в моем портфеле в большинстве случаев компании, которые платят мне дивиденды. То есть под это и строится мой портфель. Поэтому первое на что обращать внимание это P&E. То есть самый распространенный показатель, который грубо говоря отображает именно цену компании, то есть капитализацию компанию на рынке относительно ее чистой прибыли. Если перевести более так, чтобы было понятно, то грубо говоря, если компания на фронверх стоит 100 миллиардов, а чистая прибыль у компании за год составила 20 миллиардов, 100 миллиардов мы делим на 20, получаем коэффициент 5. То есть 5 годовых прибыли, грубо говоря, за 5 лет окупается ваша инвестиция. Это при условии, что компания всю чистую прибыль будет направлять, например, на выплату дивидендов акционера. То есть на этот показатель в первую очередь все обращают внимание. Например, вот сейчас вы можете посмотреть на компанию NVIDIA. То есть NVIDIA это довольно-таки известная компания, особенно в ковидный год, когда был очень большой спрос на майнинг именно криптовалюты. То есть NVIDIA и все компании, которые занимаются производством видеокартных, которых майнили, они очень сильно были разогнаны. И соответственно сейчас, например, компания стоит почти 630 миллиардов, но в то же время доход компании состоял 4,3 миллиарда. То есть текущий PNE дает нам на уровне 147. То есть это очень большой показатель. Причем что форвардный PNE составляет 43. То есть это формула NPE, это значение, которое показывает соотношение текущей цены к будущей прибыли компании. То есть здесь тоже есть некоторые свои, так сказать, критерии, на которые тоже здесь нужно обращать внимание. Но, сами видите, то есть 147 это очень много. То есть в принципе по этому показателю компания является очень сильно перекупленной. Если посмотреть на вторую компанию, например, вот Банк Америки, да, возьмем с вами, хотя он последние дни у нас активно падает, все это связано именно с финансовым кризисом США, который сейчас. Тем не менее, относительно его стоимости, даже сейчас на текущий момент около 231 миллиарда. То есть доходы компании составили 26 миллиардов. Это дает нам в свою очередь PNE в районе чуть меньше 9. То есть эта компания уже выглядит более привлекательной, например, на мой взгляд, чем компания NVIDIA для меня. Хотя компания NVIDIA это акция, можно сказать, больше роста. То есть иногда у некоторых компаний может возникать такое, что в начале, когда вот выходит какой-то стартап, то есть компания выходит на PNE, соответственно, ее PNE может составлять вот такие баснословые показатели. То есть рыночная цена компании была оценена, например, в 100 миллиардов, а прибыли у компании нет, потому что это стартап еще своего рода. Но у него есть уникальный продукт, который инвесторы как бы закладывают уже в будущие, так сказать, продажи. Поэтому в этом случае PNE может составлять все 100. То есть прибыли у компании еще нету, но цена как бы на рынке уже присутствует, то есть компанию уже оценили. Поэтому здесь вот я и говорю, есть свои подводные камни. То есть не для всех компаний это может одинаково работать. Тем не менее это очень важный показатель, на который в первую очередь я обращаю внимание. Следующий важный показатель это PNE, то есть цена относительно балансовой стоимости именно компании. Это финансовый коэффициент, который равный отношению текущей рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости. Если, например, объяснить более проще, то это все совокупные активы, которые есть у компании, они иногда даже могут превышать именно текущую рыночную стоимость компании. То есть у компании активов намного больше, чем ее рыночная капитализация. То есть в этом случае это очень хорошо, особенно если показатель находится ниже единицы. Тот же пример на компании NVIDIA, то есть PNEB составляет 28,7. То есть у компании активов нету столько, сколько, например, рыночной капитализации компании. В то же время Банк Америки имеет показатель меньше единицы. То есть эта компания в данный момент является более привлекательной. Лично для меня, например. Соответственно, это говорит о том, что у компании активов довольно-таки много. И балансовая стоимость, соответственно, тоже находится на приемлемом уровне. Кстати, вот когда я делал разбор на компанию Халык Банк в предыдущих видео, я упоминал, что у Халык Банка точно так же. То есть его балансовая стоимость превосходит его рыночную капитализацию. Поэтому показатели у Халык Банк довольно-таки привлекательными считаются. К тому же, вот последнее видео про Халык Банк, я говорил, что у них и PNEE составляет всего 2,5. То есть у компании покупаемость ваших инвестиций, грубо говоря, да, всего 2,5 года. То есть компания зарабатывает очень много. Очень многие люди, особенно Уоррен Баффет, они любят искать эти компании по этому показателю, то есть PNEB. Соответственно, особенно в экономические кризисы какие-то, очень много таких компаний может появляться. Потому что всеобщая паника, эмоциональные продажи. То есть люди просто-напросто начинают избавляться от тех или иных компаний и рыночная капитализация начинает падать. В то же время у компании очень много активов, которые в случае чего они могут просто распродать и как бы погасить. То есть инвесторы получат на 1 вложенный доллар, например, 1,3 доллара. То есть это тоже очень важный показатель. Следующий показатель это дивидендная доходность. Так как мой портфель строится по дивидендной, так сказать, выплаты, соответственно, я на это тоже обращаю внимание. То есть здесь нужно смотреть именно на уровень дивидендной доходности. То есть сколько, например, я буду получать дивидендов именно с вложенного, то есть той вложенной суммы, которую я планирую вкладывать в эту компанию. То есть это вот, например, сейчас Банк Америки платит чуть больше 3% дивидендной доходности. А в идеале, конечно же, чтобы брать поправку на инфляцию, то дивидендная доходность должна превышать, ну, хотя бы в 1,5-2 раза, то есть инфляцию. То есть, грубо говоря, сейчас, да, период высокой инфляции, но такая инфляция не всегда будет такой высокой. Соответственно, обычный целевой показатель, например, для Америки это около 2%. Соответственно, сейчас, например, Банк Америки дает при текущей, если покупки я сделаю, то чуть больше 3%. То есть, грубо говоря, в этом плане мы уже будем немного обгонять инфляцию. Также важный показатель, на который нужно обращать внимание, и это именно то, сколько компания направляет на выплату дивидендов. То есть, да, дивиденды у компании могут быть очень высокие. То есть, например, да, взять компании, там, если и по 9, и по 10%, которые выплачивают дивидендов, то есть годовых. Но важно смотреть именно на то, сколько из чистой прибыли они направляют именно на выплату дивидендов. То есть, сейчас, например, Банк Америки направляет чуть менее 27% от чистой прибыли. Это, разумеется, в свою очередь дает нам понимание того, что так как рост дивидендных выплат, это, кстати, еще один из критерий, то есть он должен каждый год увеличиваться. То есть, каждый год компания должна увеличивать дивиденды. Это очень важный показатель. То есть, нужно смотреть за последние 5-10 лет. То есть, Банк Америки они тоже повышают. Если, например, посмотреть на Кока-Колу дивиденды, то вот за последние, там, сколько лет, уже они там более, да, 50 лет выплачивают. То есть, они каждый год повышают. Да, не на много бывает, там, на 1 цент, грубо говоря, на 1,5-2 цента. Но они каждый год повышают. Если смотреть на компанию Банк Америки, то они тоже повышают каждый год. То есть, увеличивают дивидендные выплаты. Вот этот критерий тоже для меня очень важен. Но главное то, что они направляют меньше 27% прибыли. Это говорит о том, что в будущем они также будут продолжать увеличивать дивиденды. Еще одним немаловажным, так сказать, значением, это именно долговая нагрузка компании. Это тоже стоит обращать внимание, потому что сильно закредитованные компании обычно являются не самыми надежными. То есть, может быть, случится банкротство. Особенно, если, например, маржинальность бизнеса очень маленькая. Про маржинальность мы чуть позже тоже поговорим. То это, тем более, еще хуже будет. То есть, на это нужно смотреть. В принципе, для разных секторов экономики, то есть, долговая на русском может быть разной. Но обычно все сходятся во мнении, что до трех, то есть, отношения, то есть, долг, который в компании имеется. То есть, около трех, если смотреть долг относительно Ебедада. То здесь нужно учитывать именно вот этот показатель. Но это, конечно, не относится, например, к компаниям из строительного сектора, особенно к рейтам. То есть, которые берут кредиты для того, чтобы покупать недвижимость, которую они сдают, выплачивают эти кредиты и в то же время выплачивают дивиденды. То есть, здесь у них немного по-другому считается. Но в целом нужно смотреть на этот показатель. Потому что, как бы, никто не хочет, чтобы компания, в которую он вкладывает свои деньги, обанкротила. Следующим показателем можно относить именно маржинальность бизнеса. То есть, net margin, gross margin. То есть, на вот это нужно обращать внимание тоже инвестору. Потому что, чем больше маржинальность бизнеса, то тем лучше. То есть, для компании. Например, сельскохозяйственные компании, которые, имеется в виду, производят продукты питания. То есть, у них маржинальность может быть довольно-таки низкая. Соответственно, например, у компании индустриальной эпохи. То есть, те, которые занимаются добычей полезных ископаемых. То есть, там может быть маржинальность где-то от 0 до 20. И это будет нормальным. Есть компании, которые, например, относятся к технологическим компаниям. А также фармацевтика. То здесь рентабельность может доходить до 50-60%. То есть, например, того же Nvidia, то мы здесь смотрим, что, например, net margin составляет 16%. То есть, грубо говоря, на каждые 100 долларов компания зарабатывает чистой прибыли 16 долларов. В то же время, например, вауэ прибыль составляет 57 почти процентов. Если посмотреть на компанию Банк Америки, то здесь чистая маржа выходит уже почти 36%. Это говорит о том, что Банк Америки в этом плане более маржинальный. Соответственно, как я и говорил, именно обычно технологические компании, где задействован именно человек, то есть, его способности, которые они применяют, да, то там маржинальность намного выше может быть. Еще важно смотреть на темпы, то есть, выручки компаний. То есть, растет ли выручка компании из года в год. То есть, бывают, конечно, да, моменты, когда у компании может выручка немного проседать. Но, тем не менее, следует оценить этот, так сказать, показательно в течение нескольких лет. То есть, если компания наращивает именно темпы выручки, соответственно, это говорит о том, что компания занимается, так сказать, идет в правильном направлении. Ну и последний критерий, это именно занимается ли компания доп. эмиссией, то есть, размытие доли акционеров. То есть, этими, так сказать, методами чаще пользуются компании, которые торгуются на российской бирже, то есть, и находятся в России. То есть, на примере, ВТБ, да, взять, то уже неоднократно делали доп. эмиссию, хотя является вторым по величине банком после Сбера. Тем не менее, государство все время помогает этому банку, то есть, доля акционеров постоянно размывается, соответственно, например, у государства, если доля принадлежит довольно-таки большая, то ему-то как бы не очень страшно, но и ваша доля, например, будет размываться. Особенно, если вы владеете довольно-таки большой, так сказать, долей в этой компании, то здесь уже как бы на вас это будет сильно сказываться. Поэтому в моем портфеле в основном тоже был ВТБ изначально, потом я его продал. Продал я, в принципе, его практически за ту же сумму, что и покупал. В детский ради эксперимента я тоже добавлял его, но по итогу, как вы видите, да, то есть, хотя поэкспериментировал опять, тем не менее, это была не очень хорошая инвестиция. Поэтому я и говорю вам именно про эти компании, то есть, компания ВТБ в вашем портфеле вряд ли должна находиться. Ну и сами понимаете, компания, которая стоит там 15 тинов, грубо говоря, да, то, в принципе, это говорит о том, что компания, ну, просто, как бы, такие компании не надо добавлять в свой портфель. Ну, вот, в принципе, это основные критерии, на которые, как бы, стоит обращать внимание при выборе той или иной компании. Конечно же, подогнать все компании, которые вам нравятся под эти критерии вряд ли получится, как я и говорил. То есть, для разных отраслей бывают разные, так сказать, показатели, которые будут приемлемы. Тем не менее, основные аспекты точно стоит учитывать при выборе компании, чтобы не ошибиться именно с вложением именно в хорошую компанию. Также многое зависит от горизонта вашего инвестирования. То есть, например, если вы покупаете акции Coca-Cola, да, то вы будете рассчитывать на то, что компания будет продолжать увеличивать дивиденды. Хотя сейчас уже они подошли вплотную к выплате именно с чистой прибыли в 70%, а это такой ключевой показатель, который говорит о том, что компании нужно будет либо наращивать выручку и чистую прибыль для того, чтобы увеличивать дивиденды в будущем, либо что-то придумывать, либо сокращать дивиденды, либо больше их не повышать. То есть, вот нужно смотреть на этот показатель именно, то есть, payout ratio, который будет говорить о том, что у компании есть потенциал для наращивания будущих дивидендов. В принципе, это все основные критерии, которые я хотел вам рассказать. В принципе, если мы будем с вами разбирать все более подробно, то, как я и говорил, это видео будет не один час идти. Поэтому, чтобы не затягивать, на этом, я думаю, надо заканчивать это видео. И, соответственно, если видео было вам интересным и полезным, можете поставить лайк, подписаться на канал и пишите комментарии. Также желаю всем удачи и помните, что дорога силит идущий.